Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Компания «Линия неба». На ТВ-коме информационная программа «Новости дня». О том, что произошло в нашем городе, сегодня расскажу вам я, Мария Латышева и корреспонденты ТВ-кома. И вот, что ждет вас в выпуске. Не предоставил преимущества автомобиле «Кондор». Выполняем маневр. Поворот налево. 277-222. Хроника происшествий в рубрике «Горячая линия ТВ-кома». Сейчас острая необходимость стоит в маскировочных сетях, трекинговые ботинки. Воинским подразделениям из Бурятии продолжают передавать необходимое оснащение и обмундирование. Что в посылке для солдат на этот раз? По кардиограмме мы смотрим нарушения ритма сердца, а также смотрим, есть ли какие-то нарушения обмена веществ сердечной мышцы. Одна из частых причин смертности в России – сердечно-сосудистые заболевания. Как часто надо сдавать ЭКГ и как кардиографы проверяют на исправность – расскажем далее. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Вот это самое тяжелое. Новое поколение артистов. Ко дню студента расскажем о тех, кто выбрал свои будущие профессии цирк. Чтобы не мерзли, в Бурятии развернули мобильные пункты отогрева. О том, где они расположены, а также происшествиях на дорогах столицы в рубрике «Горячая линия». Аси Касьяновой, Слово. В республике пока сохраняются сильные морозы, потому сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева. Расположены они в районе перевалов Пыхта и Мандрик. Они оборудованы всем необходимым – питанием, горячим чаем, зарядными устройствами для автомобилей и телефонов. Также в готовности применения находятся 4 мобильных и 79 стационарных пунктов обогрева. Провалился под лед. Еще накануне автомобилистов предупреждали, что на поверхности Байкала появились трещины. Это район Малого моря, Прибайкальский национальный парк. Внутри УАЗа было 3 человека. Никто не пострадал, но за нарушение режима особо охраняемых природных территорий водитель заплатит штраф. 36 аварий произошло на дорогах Бурятии в минувшие сутки. В селе Тарабогатай в ДТП пострадал мужчина. 31-летний водитель автомобиля Тойота Филдер, следуя по улице Пушкина, села Тарабогатай, предварительно не предоставил преимущества автомобиля Хонда, выполняя маневр, поворот налево. Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Хонда, мужчина 2000 года рождения, с травмами различной степени тяжести, был доставлен в медицинское учреждение. А это поворот на поселье, раннее утро. Тут столкнулись Ниссан-эксперты и Тойота Приус. Кто виноват, пока неизвестно, но повреждения у обоих авто значительные. Три часа дня, улица Куйбышева. Пьяный водитель из Таны протаранил сразу два автомобиля. Пояснить он ничего не смог. Хорошо, что обошлось без пострадавших. Ася Касьянова, Евгений Павлов, Новости дня. В Бурятии уже неделю ищут пропавшую 13-летнюю девочку. Вероника Максимова ушла из дома в Сотниково. И с тех пор ее местонахождение неизвестно. Волонтеры прочесывают сразу несколько населенных пунктов района. Это Исток, микрорайон Солдатский, села на Левом берегу, а также сотые кварталы Улан-Удэ. Работа ведет и поисковый отряд «Лиза-Алерт». Пока у нас новых сведений нет из того, что мы получили, и то, что известно уже через соцсети, и то, что сообщили средства массовой информации. Но следующие этапы мы будем рассматривать уже и отрабатывать совместно с полицией, потому что все версии – это все с правоохранительными органами. Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на экранах или в 102. Особые приметы – волосы девочки заплетены в дреды, а на переносице есть шрам от ветрянки. В Улан-Удэ перестал ездить 25-й маршрут. Он соединял микрорайон Шишковку с центром, а его протяженность в обе стороны составляла 50 километров. Почему популярный среди горожан автобус исчез, расскажем в нашем следующем сюжете. В социальной сети Улан-Удэнцы начали жаловаться на отмену 25-го маршрута. С Нового года он прекратил свою работу. Жители просят вернуть единственный общественный транспорт, соединяющий микрорайон Шишковка с центром. Кто знает, почему убрали 25-й маршрут? Ведь это единственный маршрут, который проходит по Трубачеево. Я имею в виду напрямую, без пересадок, с Шишковки. Да и на водопадную идти пешочком так-то не близко. Раньше 64-й маршрут ходил, убрали, а народу так-то немало здесь проживает. На 25-м только на одном можно было доехать без пересадки с Шишковки до 18-го квартала. На трамвае и то не добраться. Да и по Барсуево проходил. Многие на оптовку на нем ездили. Верните маршрут. Верните 25-й маршрут. Очень удобный и нужный маршрут. По словам представителя комитета по транспорту, частные перевозчики отказались продлевать контракт с администрацией города. По маршруту минимальная потребность в автобусах 20 единиц. А в конце декабря выходили на рейс всего около пяти машин. Естественно, при таком парке подвижного состава, в выходе, они признали, что мы не сможем выполнять условия контрактов. Поэтому по этим маршрутам перевозки прекратились с нашей стороны, что мы сделали. С другими перевозчиками мы, конечно, тоже связывались, спрашивали, готовы ли вы зайти на данные направления. Но никто не выразил свой интерес в данных маршрутах. Маршрут номер 25 раньше составлял почти 50 километров. Сейчас с остановки по улице Водопадная можно уехать только на 57-м автобусе. С перевозчиком проработан график заезда машин. Три утром и три днем. В остальное время по требованию. А на других остановках 25-й маршрут дублировался. Екатерина Лестратова, Валерия Каратуева, Евгений Павлов. Новости дня. Из-за морозов коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Руководство водоканала приняло решение о формировании дополнительных аварийных ремонтных бригад, спецтехники и материалов. Кроме того, выделена дополнительная бригада, которая занимается ремонтом и отогревом водоколонок. Также стоит отметить, что была сформирована дополнительная ремонтная бригада для отогрева и ремонта водоразборных колонок. На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме. Технологических нарушений и отказов не зарегистрировано. В случае возникновения проблем можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую по телефону 44-00-00. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, на усиленный режим работы перешли в ТГК-14. Очередная партия, некоммерческая организация «Содействие» продолжает передавать воинским подразделениям необходимое оснащение и обмундирование. Что на этот раз в посылке для солдат, расскажем в следующем сюжете. В районе миллиона рублей стоила посылка для военных, которую организация «Содействие» отправила в прошлый раз. В этих коробках в основном технические средства, в том числе зарядные устройства. Сейчас острая необходимость стоит в маскировочных сетях, трекинговые ботинки, наколенники, налокотники, разгрузочные пояса, рации, бинокли, ночного видения. Все это лежит у нас на складе и ждет отправки в воинские части. Деньги на закуп оснащения для бойцов из Бурятии поступают из республиканского бюджета. Кроме того, свой вклад могут сделать все неравнодушные. Отгрузка производится не реже двух раз в неделю, а бывает и чаще. Мы распределяем по заявке. Заявка спускается свыше, то есть от военных поступает заявка. И уже выносится на протокол штаб. То есть уже потом формируется, каким частям, что, куда, сколько в количестве, и что они в заявке указывали. В общей сложности за время работы некоммерческой организации удалось приобрести и отправить в помощь военным посылки на сумму более чем в 200 миллионов рублей. Уехал на Донбасс из-за предправительства Бурятии. Евгений Луковников поехал туда с целью осмотреть объекты в Старобешевском районе ДНР, которые республика поможет отремонтировать. Всего на этот год там запланировано восстановить 62 объекта. Это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения и канализации. Плюс ко всему республика закупает оборудование для медицинских учреждений, школ, детских садов, а также мебель и спортивный инвентарь. В Бурятии ломбарды выдали займов на 405 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом объем таких выплат вырос более чем наполовину. В основном заемщики оформляют небольшие суммы под залог бытовой техники, персональной электроники и ювелирных украшений. Средний размер одного такого займа – 8 тысяч рублей. Лишь один зарегистрированный в республике ломбард выдавал деньги под залог автотранспорта. А во всем Дальневосточном федеральном округе работают всего 12 таких ломбардов. В Бурятии стали известны самые дорогие вакансии января. По информации службы исследований, наибольшее число высокооплачиваемых профессий с зарплатой от 150 тысяч рублей и выше в республике разместили работодатели из отрасли строительства, недвижимость, эксплуатация и проектирование. На них приходится 29% предложений о работе с высоким доходом. На втором месте по числу дорогих вакансий стоит добывающая отрасль – 9% предложений о работе за последнее время. На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в нашем регионе находятся работодатели из сферы перевозки и логистики. Между тем, в России изменились правила выплаты аванса работника. В январе многие сотрудники обнаружили, что получили меньше, чем в предыдущие месяцы. Все дело в начислении налога на доход. Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц. При этом работник все равно получит то, что ему причитается. Общая сумма зарплаты не изменится. И о здоровье. Одна из частых причин смертности в России – это сердечно-сосудистые заболевания. На сегодня электрокардиография – самый доступный и эффективный метод выявления этой болезни. О том, как часто нужно сдавать ЭКГ и как кардиографы проверяют на исправность, расскажет наш корреспондент. Для того, чтобы пройти ЭКГ, понадобится лишь 5 минут вашего времени. Делается это с помощью кардиографа. Точность диагноза должна быть гарантирована, а исправность прибора просто жизненно необходима. Ведь получение неверных показаний может привести к неправильному лечению. По кардиограмме мы смотрим нарушение ритма сердца, а также смотрим, есть ли какие-то нарушения обмена веществ сердечной мышцы. И если это есть, то отправляем на дообследование, которое называется холтеровское мониторирование ЭКГ. То есть это ЭКГ в течение суток. И по результатам холтера мы уже решаем, определяемся с нашей тактикой. Медицинские аппараты, как и любые другие приборы, могут начать давать неверные показания. В процессе их использования настройки сбиваются от частой эксплуатации или по какой-либо другой причине. К примеру, кардиографы проверяют в центре стандартизации, метрологии и испытаний. Данный прибор мы поверяем функциональным генератором диатез. То есть он нас предоставляет искусственного пациента с конкретными характеристиками. С простыми словами. То есть на диатесте мы задаем определенные сигналы с определенной частотой пульса, то есть сердечный ритм. То есть в принципе, если задать даже простой типовой сигнал, то есть частота пульса 120 ударов в минуту и запускаем кардиограмму. Как вот, получается, у нас распечатывается обычная кардиограмма, как у, грубо говоря, у простого человека, только с конкретными значениями. То есть основные, вот эти значения мы пересчитываем. То есть и в свою очередь как раз мы вот сможем по высотой вот этой пиков мы можем отрегулировать, сказать, что кардиограф правильно показывает или неправильно. Таким образом, за год в центре стандартизации, метрологии и испытаний проверяют более 500 кардиографов. Само же ЭКГ врачи рекомендуют проходить раз в год после 40 лет. Андрей Слепнев, Жаргаут Сарендашиев. Новости дня. Прямо сейчас реклама. И вот, что вас ждет во второй части выпуска. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Вот это самое тяжелое. Новое поколение артистов. Ко дню студента расскажем о тех, кто выбрал своей будущей профессии цирк. Мы сегодня первый раз, но мы очень серьезно готовились. Известный эстрадный певец Бурятии Чингис Роднаев успешно дебютировал в оперете. В оперном премьера «Мистер Икс». Ровные как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в Улан-Удэ. Скидки до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. Только до 29 января в физкультурно-спортивный комплекс «Рылеево-2». Надоело неудобное белье? Жесткие ткани, натирающие косточки? Определите свой правильный размер. Хотите широкие брители? Качественный подбор, приемлемые цены, красивые и мягкие ткани? Бесплатное определение вашего правильного размера. Подбор удобного бюстгальтера. Поддержка бюст. Сахьяновой, 7Б, дроп 4. Оранжевый павильон, вход напротив церкви. Администрация Улан-Удэ приглашает водителей в МУП «Городские маршруты». С нового, 2023 года. Зарплата водителей на руки от 55 тысяч рублей. Кондукторы от 29 тысяч рублей. Автослесари от 25 до 33 тысяч рублей. Проводится работа по бронированию водителей. Подъемные 20 тысяч рублей. Бесплатное переобучение на категорию «Д». Полный социальный пакет. Доставка до места работы служебным транспортом. Отпуск 50 календарных дней. Обращаться по телефону 46-77-35. Новости дня на ТВ Коми. В студии Мария Латышева. Мы продолжаем. Специалисты проанализировали годовую динамику цен на студии и небольшие квартиры на вторичном рынке в 70 крупнейших городах России. Оказалось, что почти везде они подорожали. Больше всего стоимость такого жилья выросла в Кирове, Кемерово, Владикавказе и Рязани. Исключение только четыре города. Дешевле малогабариткой стали в Белгороде, Севастополе, Краснодаре и Москве. Что касается Улан-Удэ, то в бурятской столице цена за квадратный метр в такой однушке 105 450 рублей. Прирост за год составляет 17,3%. Средняя цена подобной квартиры в городе около 3 миллионов рублей. А теперь о ремонте. Почти в 500 домах Бурятия обновят систему электроснабжения в этом году. Часть работ выполнена с опережением. В 52 домах электрику уже обновили. На объектах установили новые этажные щиты и автоматические выключатели. Заменили водно-распределительные устройства и установили энергосберегающие светильники с датчиками движения. В соответствии с краткосрочным планом текущего года, систему электроснабжения обновят в 244 домах в городе Улан-Удэ и 203 дома будут сделаны в районах республики. Работы по капремонту проходят с опережением плана. Кроме ремонта системы электроснабжения, в Бурятии капитально отремонтируют крыши многоквартирных домов, фасады, подвалы и фундаменты, системы отопления, горячей и холодной воды и канализации, а также произведут замену лифтов. В Улан-Удэ отреставрируют старые памятники, а еще у нас появится зеркальная капля. О том, что конкретно благоустроят и где расположится новый монумент, расскажет наш корреспондент Татьяна Усольцева. Стелла Улан-Удэ по улице Магистральная была построена еще в Советском Союзе. Сейчас этому памятнику архитектуры насчитывается около 60 лет. За это время его не раз реставрировали. Памятник, посвященный названию города, стал одной из визитных карточек республики. Однако не всем удобно подниматься к его основанию. Я как житель Улан-Удэ частенько приезжаю рядом со Стеллой. И, конечно, хотелось бы, чтобы Стеллу чуть поближе сделали, чтобы она была бы видна. Поэтому администрация города приняла решение о передвижении памятника. По проекту комитета городского хозяйства действующую Стеллу передвинут на несколько метров ближе к дороге, чтобы всем авторюбителям было хорошо видно надпись города. Дополнительно надпись покроют светоотражающими материалами и подключат подсветку, чтобы монумент был заметен и в темное время суток. Ремонтные и реставрационные работы пройдут в микрорайоне Верхняя Березовка, на улицах Магистральная и Кабанская, по Заиграбскому, Спиртзаводскому и Мухаршебирскому трактам, в микрорайонах Аэропорт и Исток, а также в Сотниково. В настоящее время в Улан-Удэ идет ревизия всех въездных Стелл. По всем объектам готовим проектные решения и сметные их обновления. Отремонтируем как самые Стеллы, так и благоустроим прилегающие территории. Также по проекту появятся и новые памятники архитектуры. Также на Байкал дорога через Максимов Стеллы там есть. Она будет в виде объемной зернокальной капли, симулирующей наш Байкал, или же въездные ворота, как с аэропорта едешь в виде, как ворота в город Улан-Удэ. Всего в этом году в порядок приведут 9 Стелл при въезде в столицу. Сейчас все сооружения инспектирует комиссия, состоящая из сотрудников КГХ и подведомственного ему комбината по благоустройству, комитета по архитектуре и градостроительству, районах администрации и МБУ «Курсвет». Татьяна Усольцева, Батогармы, Новости дня. В Бурятии продолжают ремонтировать трассу Улан-Удэ-Романовка-Чита. Речь идет о реконструкции участка с 200 по 234 километры. Также отремонтируют два моста через реки Маракта и Эгита. Оборудуют автобусные остановки, сделают тротуары и пешеходные переходы. В прошлом году уже сдали в эксплуатацию два участка трассы по 3 километра. И также начался ремонт трех отрезков дороги. На сегодняшний день на 72 километрах уже проводятся ремонтные работы. В текущем году была произведена контрактация еще одного объекта. Объект ремонта с 200 по 234 километра. Работы по данному участку продлятся порядка трех лет. Стоимость данного участка более 2 миллиардов рублей. Протяженность нового участка составит 34 километра. На сегодня уже сформирован план дорожных работ. Он будет разделен на два этапа по 17 километров. Модернизация трассы пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Бурятии стало еще меньше избирателей. В Республиканской избирательной комиссии подсчитали количество граждан. И выяснилось, что на 1 января в регионе насчитывается 694 115 граждан, обладающих правом голоса. Это на более чем 3 тысячи меньше, чем годом ранее. В то время как на 1 января прошлого года в Республике было учтено 697 907 человек. Всего за 10 лет потери электората составили 17 869 человек. Больше всего избирателей зарегистрировано в Октябрьском районе Улан-Удэ. Меньше всего в Акинском. Напомню, ближайшие выборы состоятся в этом году в единый день голосования 10 сентября. Народ будет выбирать депутатов Народного хурала 7 созыва. И к новостям культуры. Новое поколение артистов ко дню студента. Расскажем о молодых людях, которые выбрали цирковое направление и успешно осваивают это ремесло. Репортаж Юлии Пермяковой. Вот спокойно, смотри, вылет, не перекручивай. Требовательные педагоги дают наставления молодым артистам. Воздушные гимнасты и жонглеры сейчас обучаются на втором курсе колледжа искусств имени Чайковского. Параллельно работают и репетируют в цирке Бурятии уже два года. Пришли с зелеными. Потихонечку они раскрываются, раскрывают свой потенциал. Как актерский, как трюковую базу они тоже нарабатывают. Мы очень довольны. Очень большая благодарность, наверное, их педагогу. Буденту Батуевичу Циренову, который их обучает и делится с ними своим опытом. Работать со студентами, как говорят опытные артисты, еще интереснее. Это ведь новая кровь, новые эмоции и, конечно, идеи. Внимание, счет, слышать друг друга, смотреть друг на друга, ну и работать головой. Получается у ребят? Есть над чем работать? Конечно, у них вообще очень перспективное будущее. Я считаю, что, ну вот как бы мы работаем в этом жанре больше десяти лет. И они вот, ну с какими-то, у них есть азы с цирковой школы, со своих каких-то коллективов. Но у них впереди огромное будущее. И я думаю, что у них будут номера еще круче, чем у нас. Труд цирковых артистов не ограничивается лишь выступлениями перед зрителями. Большая часть их времени посвящена тренировкам и репетиции. Заниматься приходится по семь часов в день. Так получилось, что позвал друг с собой заниматься, а сам ушел, а я остался. Вот с 12 лет занимаюсь. Окончил школу, поступал в университет, но понял, что мне не нравится там. Забрал, в общем, документы, поступил сюда заниматься дальше любимым делом. Нельзя здесь расслабляться. Всегда в работе, всегда тренировки, тренировки, тренировки. Немножко где-то пропустишь день или там отдохнешь лишний раз. Все, уже идет как бы регресс. Нужно догонять. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Вот это самое тяжелое. Студентов уже начали брать с собой на гастроли, где они выступают наравне с опытными артистами бурятского цирка. Последний тур был в Санкт-Петербурге. Теперь артисты в том же составе готовят представление для зрителей Хабаровска. Гастроли начнутся в апреле этого года. Вы прыгнули, вы хотите вот так ударить. Не получится. Касание, потом пошли. Два. Ап! О, ничего. Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня. В оперном театре Бурятии прошел предпоказ оперетты «Мистер Икс». В главной роли популярный эстрадный певец Чингис Роднаев. Он просто поразил публику исполнением арии в известной оперете. Все подробности прямо сейчас. Ария! Чингис Роднаев распевается в гримерке. Известный эстрадный певец Бурятии сегодня дебютирует в оперетте. Ответственность, говорит Чингис, колоссальная. Я всегда самокритичен. Мои близкие знают это. Поэтому всегда буду стараться делать все лучше и лучше с каждым разом. Сегодня первый раз. Но мы очень серьезно готовились. Вся труппа, оркестр, хор, балет. Все силы задействованы. Технический персонал. Поэтому ответственность огромная. Роль главной героини Теодоры в оперетте «Мистер Икс» исполняет Маргарита Мартынова. Труппу театра она пополнила совсем недавно. В Бурятию ее пригласил выдающийся дирижер Владимир Рылов. На сцене она блистает вместе с любимцем публики Чингисом Роднаевым, который действительно показал себя с неожиданной стороны. Эстрадный певец доказал, что и другие жанры певческого искусства имеют место быть в его обширном репертуаре. Действительно у него потрясающий тембр. А тембр вообще для певца определяет успех любого вокалиста, потому что тембр 80% успеха. И все эти качества и актерское мастерство – все это есть у нашего уважаемого Чингиса. Владимир Рылов выразил надежду, что улан-удэнским зрителям постановка придется по душе. Премьера оперетты «Мистер Икс» состоится сегодня, 24 января, и завтра, 25 января, в Бурятском театре оперы и балета. Мария Латышева, Бато Гармын. Новости дня. В Якутии уже не первую неделю стоят лютые морозы. Температура воздуха там опускалась до минус 63. Однако это не останавливает одного из жителей Северной Республики жить в глубинке леса в маленькой избушке с целлофаном на окнах. Мужчина называет себя отшельником. Все подробности далее. Посреди высоких хвойных деревьев в чаще леса стоит маленькая избушка. Здесь уже 20 лет живет отшельник по имени Самуил. Ему 65 лет. Дом и все, что в нем, мужчина сделал своими руками. Для утепления использовал подручные средства, поэтому на окнах целлофановые пакеты, а на стенках – журналы. До этого с двумя братьями жили в местности Уилигер. Потом здесь построили новый дом втроем. Но братьев не стало, поэтому живу один. За продуктами мужчина ходит в ближайшее село. Дорога пешком у него занимает 5 часов. Там он изыдка навещает старых друзей. Благодаря их поддержке здесь и живет. Пенсии и других доходов у него нет. Охотится на зайцев и изготавливает венки. А затем обменивает все это на еду. Делаю хлеб. Если муки мало, то оладьи. А на Новый год приготовил оладьи и пирожки. Самуил не любит сидеть без дела. С восходом солнца начинает свою повседневную работу. Сначала рубит дрова для топки печи, а потом идет за льдом на озеро. Бывает, утром просыпаюсь, волосы покрываются инеем. Холодно. Постоянно топлю и днем, и ночью. Окна из целлофана. Конечно, если поменять окна, то сразу потепляет. А сам дом хорошо построен. Говорит, ему здесь не скучно. Из развлечений старый баян и радио. А еще рядом у него всегда есть два верных друга, которые поют с ним в унисон. Пенсии у меня пока нет. Возможно, когда буду получать попозже в старости, думаю, перееду обратно в деревню. Но тем не менее лесная отдаленная жизнь Самуилу нравится. Его оптимизму может позавидовать любой. Даже морозы его не пугают. Говорит, что хорошо перезимует. Главное – продукты и дрова есть. Екатина Лестратова, Новости дня, Якутия. Морозы все сильнее и в Бурятии. Поэтому самое время подумать о шубе. Тем более сейчас меховую обновку можно купить по очень выгодным ценам. Где приобрести, расскажем далее в нашей рубрике «Телепрезентация». Быть всегда неотразимой просто, если у вас есть шубка. Особенно такая. Она согреет даже в лютые морозы и добавит вам шарма и утонченности. В Лануде вновь приехала меховая фабрика «Ангелина Сэм». Здесь вы точно найдете ту самую обновку, от которой не сможете оторвать глаз. Здесь есть из чего выбрать. Более трех тысяч изделий на одной площадке. Норка, мутон, астроган, керли и многое другое. Поверьте, шубка здесь найдется на каждую. Размерный ряд от 38 до 70. Мех только премиум класса. Здесь уверены в качестве своих изделий. Поэтому дают гарантию два года. А покупая меховую обновку сейчас, вы сможете хорошо сэкономить. Ведь цены тут только напрямую от производителей и со спитками до 70%. Так что забирайте уже сегодня вашу идеальную и неповторимую шубку. Оплатите потом. Для вас здесь действует рассрочка на 36 месяцев без первоначального взноса и переплат. А если вам надоело старое, то приносите ее сюда. Здесь вам поменяют на новую. А также у нас действует акция. Сдай старую шубку и получи скидку на новую до 50 тысяч рублей. Приходите к нам. Ждем. Все изделия, полученные по акции, меховая фабрика Ангелина Сэм передает в дома ветеранов. Приходите и приобретайте шубку своей мечты на крупнейшей выставке от меховой фабрики Ангелина Сэм до 29 января в физкультурно-спортивном комплексе улица Рылеева 2. Будьте стильны этой зимой. Не переключайтесь. В 20.10 на ТВ-коме программа «Хроника Восточной Сибири» документальные кадры, созданные руками талантливых операторов, сохранили для потомков все значимые исторические события нашего региона. В проекте о известных личностях, героях будничной жизни и не только. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. 277-222. «Хроника происшествий» в рубрике «Горячая линия ТВ-кома». Очередная партия. Некоммерческая организация «Содействие» продолжает передавать военным помощь. Новое поколение артистов. Ко дню студента рассказали о тех, кто выбрал в своей будущей профессии цирк. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь и, как всегда, желаю только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И ГОСТ со скидкой 40% всего 399 рублей за килограмм. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова